Всем привет! Сегодня я подготовила небольшую подборку новогодних рецептов. И первый рецепт мой любимый. Курица с ананасами. Нам понадобится один ананас. Делим его пополам. Вдоль. Аккуратно удаляем серединку. Жесткую часть мы убираем. Далее не используем. И вырезаем всю мякоть. А мякоть мы будем использовать далее. Вычищаем ложкой, чтобы у нас получилась форма. Мякоть ананаса мелко измельчаем. Далее измельчаем куриное филе. 450 грамм. Обжариваем куриное филе. Минут 5. Периодически помешиваем. Добавляем соль и специи по вкусу. Далее добавляем измельченный ананас. Еще раз смешаем и тушим минут 5. По вкусу можно добавить соевый соус. А еще сюда отлично подходит молотый имбирь. Также по желанию измельчаем 1 красный лук и пучок зеленого лука. Добавляем овощи в конце. Перемешаем и выключаем. Начинка готова. Хвостики ананасов я обернула в фольгу, чтобы они не сгорели во время запекания. Наполняем ананасы нашей начинкой. Натираем на крупной терке 150 грамм сыра. Начинку смазываем сметаной. Я делаю это с помощью кисточки. А сверху посыпаем сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. А пока наше блюдо готовится, хочу вам похвастаться своей покупкой для кухни. На сайте Wildberries я купила набор прихваток и подставок от Бавери. Вы только посмотрите, какая упаковка. Такую точно не стыдно подарить, особенно с таким содержимым. Повара и просто любители готовить оценят. В набор входит силиконовые мини-прихватки. Но их размер совсем не маленький, очень удобные. Силиконовая губка, которая отлично моет посуду, идет в подарок. Две двухсторонние подставки, круглая и квадратная. Очень мне понравилась их компактность и удобство хранения. А еще посмотрите, какая в наборе варежка, как из американских фильмов. Одна, но зачем две такие большие? Варежка не сравнится с тканевыми прихватками, точно прослужит долго. А еще набор от Бавери можно хранить не только в кухонном ящике, но и на весной планке. Приятные сдержанные цвета набора подойдут для самой стильной кухни. Супер подарок для всех, кто любит готовить. Все ссылки на набор я оставлю в описании. Достаем наше готовое блюдо. Посмотрите, варежка закрывает запястье. Благодаря чему вы не обжигаетесь. Достаем наши красивые ананасы. Убираем фольгу. Посыпаем зеленым луком. И готово! Посмотрите, какая красота! На новогоднем столе это блюдо точно будет смотреться красиво и празднично. Я очень люблю курицу с ананасами. Можно курицу заменить на свинину. Это действительно очень вкусно! А далее приготовим слоеные тарталетки. Обычные тарталетки мы не едим, а вот слоеные очень даже любим. Нам понадобится слоеное тесто 200 грамм. Дрожжевое. Размораживаем. Совсем немного раскатываем. Главное в одном направлении. И делим на части. Делим на квадраты, которые будут помещаться вот в такие формочки для кексов. Формируем корзиночки. И ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Достаем готовые тарталетки. Серединку проминаем. С помощью насадки осаживаем творожный сыр, кусочек красной рыбки и укропчик. Также можно разместить кусочек лимона. Очень вкусно и красиво. Еще один вариант таких тарталеток с колбасой. Кружочек колбасы я разделила на две части. Укладываем цветочком в серединку творожный сыр. Кусочек маринованного огурца. Кусочек маслины. Посыпаем зеленым луком. И готово. Можно из колбасок сделать розочку. Такими тарталетками отлично заменить привычные бутерброды. А далее приготовим лодочки с картошкой, мясом и грибами. Отличный вариант не только на праздничный стол, но и порадовать своих близких на ужин. Нарезаем 400 грамм шампиньонов. Измельчаем одну луковицу. Я нарезаю полукольцами. Обжариваем пару минут лук. И добавляем грибы. Жарим до готовности. Соль и специи по вкусу. Я просто добавляю перец. Грибы подрумянились. Займемся фаршем. Нам понадобится 400 грамм фарша. Соль и специи по вкусу. Также натираю на мелкой терке одну луковицу. И 2-3 зубчика чеснока. Сок лишний сливаю. Теперь все хорошо перемешиваем. Можно фарш немного отбить. Картофель 5-7 штук. Нарезаем тонкими пластинками. И из пергамента делаем лодочку. Думаю, это не составит труда. Делать ее довольно просто. Лодочки я смазываю растительным маслом. И начинаю укладывать картофель. Укладываем на дно и по бокам. Тонким слоем. Не забываем посолить. Можно добавить специи. А в серединку котлетку из фарша. Делаем углубление. И помещаем туда жареные грибы. У меня получилось таких 4 лодочки. Сверху посыпаем сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Получилось очень сочно, вкусно. Мне кажется, это отличный вариант на праздничный стол. Для небольшой компании. Или для семейного ужина. Очень вкусно. А это фаршированные яйца с селедкой. Классика. Но куда же без нее. Нам понадобится 3 вареных яйца. Убираем желточек. В отдельную чашечку. Трем на мелкой терке. Пол свеклы. И 2 зубчика чеснока. Добавляем к желткам. Солим. Заправляем 1 чайной ложкой майонеза. И разминаем все до однородной массы. Всполняем свекольной начинкой наши белки. Укладываем кусочек селедочки. И украшаем красным луком. Это по желанию. И также зеленым луком. Добавляем пару перьев. Наша закуска готова. Вкусно. И интересно. Будет красиво смотреться на праздничном столе. Далее готовим салат с крабовыми палочками. Нам понадобится лук. Измельчаем. Натираем на крупной терке 1 морковь. Жарим на сковороде до готовности. Довольно крупно нарезаем крабовые палочки. 200 грамм. И 200 грамм маринованных шампиньонов. Я каждый шампиньончик делю на 4 части. Вареные яйца 3 штуки. Измельчаем кубиками. И добавляем в салат. Остывшие овощи отправляем в салат. Соль и майонез по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Салат довольно необычный. Но очень интересный и вкусный. А это селедка в яичных блинчиках. Очень вкусная закуска. Нам понадобится 3 яйца. Соль. Молоко 3 столовые ложки. Перемешиваем. Это тесто на яичные блины. Идем жарить. Жарим с двух сторон тонкие блинчики. Каждый блинчик смазываем творожным сыром. С краю укладываем полоски селедки. Зеленый лук. И полоски свеклы. Количество сами регулируйте. Сворачиваем блинчик. Чтобы блинчик не разворачивался. Смазываем край творожным сыром. На край кусочки селедки. Зеленый лук. И свекла. Плотно скручиваем в рулет. А теперь нарезаем. На порционные кусочки. Вот такая вот красивая и очень вкусная закуска получается. Рекомендую попробовать. А это салат с печенью. Смотрите какой яркий и очень аппетитный. Нам понадобится куриная печень. 350 грамм. Обжариваем до готовности. Затем остужаем. Жарим недолго. Чтобы она была не сухая. Перекладываем в бумажное полотенце. И остужаем. Затем нарезаем. Также нарезаем 2 соленых огурца. Можно маринованных. Добавляем к печенке. Соломкой нарезаем 1 перец. Добавляем в салат. Туда же отправляем 150 грамм морковки по-корейски. Измельчаем 250 грамм шампиньонов. 1 луковицу. И обжариваем на сковороде. Сначала лук пару минут. Затем добавляем грибы. Жарим до готовности. Остывшие грибы добавляем в салат. Измельчаем зелень. Добавляем в салат. Солим. Перчим. Для заливки берем растительное масло 4 столовые ложки. Уксус 1 чайную ложку. Перемешиваем. Заправляем салат. Все хорошо перемешали. И вкусный, очень яркий и красивый салат готов. Отличный вариант не только на праздничный стол, но и на каждый день. А это бутерброды на крекере. Когда надоели, обычные привычные бутерброды. На крекер укладываем кусочек салата. С помощью насадки осаживаем творожный сыр. Распределяем рулетик с красной рыбкой. И посыпаем все укропом. Готово! Интересно! И знаете, это действительно вкусно! А это закусочный печеночный рулет. Рецепт старый, но очень вкусный. Нам понадобится 600 грамм печени. Любую. Отвариваем ее. Сливаем в воду и остужаем. Для теста берем 5 яиц, соль, перец по вкусу. Перемешиваем. Добавляем майонез. У меня 50 грамм майонеза и 50 грамм сметаны. Просеиваем 40 грамм муки и 40 грамм крахмала. Перемешаем все, чтобы не было комочков. Измельчаем укроп. В измельченный укроп добавляем 3-4 столовые ложки теста. Это будет наше украшение для рулета. Противень заселаем пергаментом, выливаем тесто и украшаем в произвольном порядке. Я украшаю измельченным укропом, кружочками оливок, зеленым луком, болгарским перцем, также и петрушком. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Готовое тесто сразу сворачиваем рулетом и остужаем. Готовим начинку. Один лук нарезаем мелко. Натираем на терке одну морковь. Тушим овощи до готовности. Соль и перец по вкусу. В измельчитель добавляем печень. Измельчаем все. И добавляем овощи. Промалываем еще раз. Я измельчала все в несколько этапов. Далее добавляем 100 грамм сливочного масла. И доводим все до однородной массы. Натираем на терке 200 грамм плавленого сыра. Это будет часть начинки. Сыр можно заменить, например, на перепелиные яйца. Тесто смазываем паштетом, который у нас получился. А сверху распределяем плавленый сыр. И плотно сворачиваем все рулетом. Заворачиваем и убираем в холодильник на 2 часа. И посмотрите, какой рулет у нас получился. Очень вкусный. А посмотрите, какой красивый и нарядный. Отличный вариант на новогодний стол. А это бутерброды на слоеном тесте. Нам понадобится слоеное тесто дрожжевое. Размораживаем его. Немного раскатываем в одном направлении. Я разрезаю его на прямоугольники. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Готовое тесто достаем. Немного остужаем. Разрезаем вдоль. Смазываем сливочным маслом. По желанию можно творожным сыром. Два кружочка помидора черри. Пластинку сыра сворачиваем. И также заворачиваем сыр в колбаску. У меня три кружочка. В серединку я вложила кусочки маслин. Здесь вы можете проявить фантазию и сделать бутерброды по своему вкусу. На один бутерброд используют три кружочка колбаски. В серединку один сыр. Вот такие вот бутерброды готовы. Просто и очень вкусно. А сегодня у нас с вами розыгрыш. И будем мы с вами разыгрывать кофеварку капельного типа от Комфа. Простая, но надеюсь вам точно она пригодится. Условия как всегда простые. Поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий и поделиться этим видео с друзьями или родными. Можно в личных сообщениях. Итоги конкурса мы подведем 21 декабря. Желаю всем удачи! А если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. А в описании вы видите ссылку на мой второй канал. Немного рецептов, тортов, десертов и различной выпечки.